так прямой эфир пошел но у нас не пошла у нас еще не пошел за все пошли так давайте вопросики я надеюсь меня просто хочу понять идет отлично идет так но это не самая огромная русская дыра в земле это михаил коклеев а сейчас на самом деле договариваемся с охраной чтобы нас пропустили на этот объект откуда дыра это коркинский разрез отсюда более 75 лет добывают уголь открытым способом это самое глубокое широкое месторождение буквально дайте нам что-то говорит с охраной 100 метров мы пройдем мы уже увидели со стороны эту огромную дырку это в короче это круто а михаил поездного сип не знаем и членов нас едет 9 апреля едет 9 апреля да вообще самая большая дыра в якутии не знаю до якутии мы не доехали поэтому пока самая большая дыра здесь в якутии самая большая дыра в европе это вот эта дыра но это в евразии в европе выгодная трубка есть вот мирный большая мишки привет в мире это второе место занимают в америке где-то еще больше если разрез так что вот это наше любимое место мы здесь вот люди едут на майами в сочи там еще куда-то мы едем загорать здесь здесь загар лучше ложится на это еще угольком так мать вынимая ее из упаковки повеет немножко лёша это миша мишка ростом уже в папу да ладно маленький дайте 5 лет и будет вообще полный ахтунг так сибирский карьер самый большой и в канаде но что а для евразии самый большой здесь здесь говно ребят вообще самое удивительное что на куркетском разрезе есть сеть привет магнитогорского ну чё сказали путина возили на противоположную сторону но чё она сюда нас не пустят можете здесь подойти но здесь единственное деревья не все за разводы ничего страшного нормально пошли ну что идем мы не будем владимир владимирович омрачать это святое место где был владимир владимирович путин специальный сейчас мы посмотрим как огромный михаил пройдет маленькую дыру пролез надо же я и тем более так мишки строится привет сибайский этого республики башкортостан что можно сказать нормальный тут пошел у нас ветерок владу привет влад тебе привет передают да именно так да хорошо красиво здесь здравствуйте здравствуйте ага главное чтобы потом не ушел метров на 500 вниз по этому туалету людям покажи это толчок настоящий настоящий это прям он пропитан вот пропиткой так сильно ли влияет алкоголь на рост мышц влияет уровень инсулина начинает сильно повышаться но теперь смотрите я не знаю что может здесь быть видно а мы даже дна еще отсюда не видим с этой точки возможно будем объезжать ее вокруг передать привет миши от медового передаю медой вот как миша привет тоже гром при сушке можно вино сухое сухое до 200 грамм наверно можно будем ли держать пост я я наверное нет где дыра 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 вот там ребят за деревьями там идут дорожки на самом деле до них несколько километров только кажется что это немного у нас здесь вот такая получается фигура а сейчас дальше мишу поднимет лёшу уровень сахара повышается при приеме алкоголя вырабатывается инсулин каждый раз такой гормональный сбой дает вопрос следующий раз откладывается лишний гликоген и выводы жировой ткани это точно не очень хорошо это называется инопланетяне делают забор на марсе как увеличить силу ног у тяжелоатлет такой вопрос обычно не стоит миша как тяжелоатлет скажи как увеличить силу ног тяжелоатлету я тяжелоатлет такого вопроса вообще не ожидал как увеличить силу ног быстро или медленно слушай но я не забыстрый рост точно я думаю что человек быстро нет если человек хочет если у человека не растут ноги значит надо им помочь я конечно не сторонник быстрых и радикальных мер но если у вас не хватает терпения тренироваться по плану выстроив все по микро циклом не за циклом и макро циклом тренировочным так скажем на год то полтора то я вам не завершу конечно надо терпеть вот эту рутину работу вы должны приседать не вот так вот я хочу сделать их сильнее ноги завтра поставлю и они станут сильнее и ты поставил побольше и на втором раз и ты ставишь такой думаешь нет наверное поставлю послезавтра еще чуть-чуть побольше тогда у меня ноги станут сильнее нет надо убрать и набивать объемы чтобы была хорошая квадра хорошая капелька наросла вот как может английского здесь а эта работа идет на 30 процентах я уже всю жизнь говорю 70 процентов ребята это стоит 3 килограмма 25 подъемов на этом можно жить и процветать а если получится в будущем еще на этом зарабатывать и зарабатывать например Михаил Кохляев бизнес тренинг а не Михаил Кохляев ну что как наприседать чтобы потом зарабатывать как как например сделать вид что вышел в Перископ и записать Михаилу полный семинар спасибо Михаил вообще не вопрос так что вот так мы поехали тогда на ту на площадку где был Владимир Владимирович а вот посмотри кстати видишь вот там идет КАМАЗ они вообще даже почти не видны они практически не видны как маленькая-маленькая точка Федор Пандерчук к сожалению фильм в основном снял не так здесь надо полностью подойдем ли мы к дырке подойдем но она настолько большая что она кажется что и что камера ее просто не показывает холодно по двадцать метров по двадцать метров вот эти вот кольца срезы они по двадцать метров примерно так как сейчас вот снег тут есть деревянная лестница по которой можно спустить но часто да в березовом лесочке сколько градусов минус семь растят грибы растят грибы растят да растят грибы с глазами и их едят и они грибят а у нас это это Рязанский всем если кто сзади смотрит это я украл у вас вернее у своего тренера Александр Михайлович а у нас срезаны грибы с глазами и их едят а они глядят а у нас в Челябинске они еще и пердят а у нас грибы без глаз они все равно видят на раз ну что ребят мы потихонечку будем переезжать на другую точку это уже лично для нас а потом сядем за настоящее русское красивое застолье с картошечкой с грибами огурчиками и шишуйками все всем спасибо Челябинск спасибо огромное за гостеприимство которое я честно говоря не ожидал даже на то что здесь ждали меня хорошие друзья с которыми я очень рад познакомиться ну и соответственно всем остальным ребят спасибо огромное давайте до связи пока и мы еще увидимся до вечера до вечера